Вы смотрите MarketWatch это краткий обзор главных событий мира финансов. Вчера еврозона отчиталась по изменению уровня инфляции и ВВП за октябрь и третий квартал соответственно. Фактические данные оказались значительно ниже прогнозируемых. Начнем с Германии, которая удивила инвесторов снижением цен на импорт более чем на 14% в годовом исчислении. Как следствие инфляция в валютном блоке уже откатилась до 2,9%. Но замедление индекса потребительских цен далось большой ценой, ведь стремительный рост ключевой процентной ставки, а также ухудшение геополитической ситуации, привело к сокращению экономики еврозоны. По итогам третьего квартала текущего года, ВВП снизился на 0,1%, что стало неожиданностью для инвесторов и трейдеров. При этом есть риск дальнейшего ухудшения ситуации. Несмотря на повторное снижение ВВП еврозоны в текущем году, глава Центрального банка Германии заявил о целесообразности долгосрочного сохранения ключевой процентной ставки на высоком уровне. Это необходимо для достижения инфляции целевого уровня в 2%. Вероятнее всего, большинство голосующих членов ЕЦБ придерживаются этой же точки зрения. И хотя ситуация по ту сторону океана значительно лучше, американские фондовые индексы завершили очередной месяц в красной зоне. К примеру, так называемый индекс широкого рынка S&P 500 за последние три месяца потерял приблизительно 10%. Учитывая, что Федрезерв рассматривает возможность повышения ставки, распродажи на фондовом рынке могут продолжиться. Вслед за рынком акций, инвесторы избавлялись от черного золота. Так, в последний день месяца нефть американского сорта WTI продолжила ранее начатое снижение. Вероятнее всего одним из ключевых медвежьих фундаментальных факторов выступает риск замедления мировой экономики. Ранее я уже говорил о том, что в третьем квартале экономика еврозоны сократилась. Также есть риск ее замедления и в США, что приведет к уменьшению спроса или как минимум к значительному замедлению его роста. Следовательно, вероятность увеличения дефицита снижается, ослабляя спрос на нефть. При этом не забывайте, что уже сегодня ФРС огласит результаты голосования по ключевой процентной ставке. Отсутствие прямых намеков на готовность повысить ставку в декабре, может оказать умеренную поддержку цене на нефть. Также обратим ваше внимание на динамику торгов на рынке криптовалют. Биткоин все еще зажат в узком боковике. И хотя это естественное поведение цены, не следует забывать о главной причине наблюдаемой консолидации. К тому же, предыдущая волна роста, которая составила более 30% от стоимости биткоина, была спровоцирована этой же причиной, ожиданием появления инвестиционного фонда, позволяющим инвестировать в биткоин. Если же рынок получит серьезное подтверждение того, что комиссия по ценным бумагам и биржам не одобрит заявку на создание этого фонда в ближайшее время, то биткоин может очень сильно обвалиться. Но одобрение заявки способно спровоцировать еще более сильный и долгосрочный рост биткоина и остальных монет. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.